Здравствуйте, ребята! Я приготовила для вас интересный урок. Надеюсь, вы готовы. Давайте приступим. Информатика 5 класс, урок номер 10, тема урока «Графический редактор». Сегодня на уроке вы познакомитесь с графическим редактором Paint и его возможностями. Рассмотрим интерфейс графического редактора. Изучим основные приемы работы в графическом редакторе Paint. Перед тем, как приступить к изучению новой темы, мы выполним разминку. Задание номер 1. Внимательно посмотрите на экран и разгадайте ребус. Ответ. Графика. Задание номер 2. Внимательно посмотрите на экран и разгадайте слово. Ответ. Редактор. Задание номер 3. Внимательно посмотрите на картинки. Из первых букв, предметов, изображенных на картинках, составляем новое слово. Ответ. Изображение. Графика. Редактор. Изображение – это ключевые слова, которые мы будем сегодня использовать на уроке. Информацию, которую вы видите на экране, можно разделить на две группы – текстовую и графическую. К графической информации относятся пиктограммы, рисунки, схемы и диаграммы. Такую информацию человек воспринимает лучше, чем текст. Наглядная информация запоминается быстрее и дольше хранится в памяти. Компьютерная графика используется не только художниками или мультипликаторами. Применяя возможности компьютерной графики, ученые создают модели реального мира. Архитекторы проектируют дома, а конструкторы – машины. Запомни! Компьютерная графика – это все графические изображения, которые мы видим на экране. Это способ создания, хранения, изменения и отображения изображений на компьютере. Сохранять и редактировать изображения, а также выводить изображения на принтер позволяет графический редактор. Возможности графического редактора Ввод и отображение графической информации Редактирование графической информации Сохранение графической информации Считывание графической информации Вывод на печать графической информации Некоторые графические редакторы позволяют создавать трехмерные изображения, сечения объектов и развороты. Определение. Графический редактор – это прикладная программа, предназначенная для создания, просмотра и редактирования графических изображений. С его помощью можно создавать и изменять простые иллюстрации, диаграммы и схемы. В стандартную поставку операционной системы Windows входит графический редактор Paint. Его удобно использовать для создания простых рисунков и редактирования изображений. Запуск графического редактора Paint мы можем осуществить несколькими способами. Способ первый. Нажимаем кнопку «Пуск», в главном меню выбираем «Paint». Способ второй. Нажимаем кнопку «Пуск», выбираем «Все программы», выбираем «Стандартный Windows», выбираем «Paint». И третий способ. Мы можем осуществить поиск по названию программы. Нажимаем «Пуск», в области «Найти программы и файлы» пишем название нашей графической программы «Paint». Из списка отобранных программ, установленных на компьютере, мы выбираем «Paint». Давайте познакомимся с интерфейсом графического редактора Paint. В верхней части окна находится строка заголовка. Она содержит и имя файла, и название программы, который открыт для работы. Слева от заголовка окна расположена панель быстрого доступа, которая содержит кнопки «Сохранить», «Отменить» и «Вернуть». В верхнем правом углу экрана расположены кнопки управления окном «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть окно». С их помощью можно «Свернуть», «Изменить размер рабочего окна» или «Закрыть графический редактор». Под заголовком окна расположены вкладки «Файл», «Главное вид». «Рабочая область» – это место, предназначенное для создания изображений. Если изображение больше размеров экрана, для его просмотра и изменения используют полосы прокрутки. Рабочая область исполняет роль альбомного листа. Строка «Состояние» расположена в нижней части окна. Здесь указаны размеры изображения, координаты курсора в данный момент. Главное меню в Paint носит название «Файл». Это меню позволяет создавать новый рисунок или открыть существующий, сохранить или напечатать открытое изображение, получить изображение со сканера или камеры и отправить по электронной почте. Существует возможность установить изображение фоном рабочего стола и посмотреть его свойства. При наведении курсора на вариант «Сохранить как» появится наиболее популярный формат изображения. Вкладка «Главное» содержит в себе инструменты для редактирования и создания изображения. Следующая вкладка «Вид». Активировав ее, можно изменить масштаб изображения или выбрать показ изображения во весь экран. Тут можно активировать и дезактивировать линейку, линии сетки и строку «Состояние» для более лучшего выравнивания изображения. Рассмотрим вкладку «Главное». Вкладка «Главное» имеет больше всего функций, просто необходимых для создания и редактирования изображений. Первый раздел вкладки – буфер обмена. Это виртуальный карман «Память», в который можно на некоторое время положить часть рисунка либо текста. Раздел «Изображение» включает в себя возможность различного выделения, повороты, изменения размера и такую возможность, как обрезать ненужное. Давайте рассмотрим инструменты графического редактора Paint. Инструмент «Карандаш» используется для рисования тонких произвольных линий или кривых. Для создания ровной линии зажимаются клавиши «Shift». Инструмент «Заливка» заполняет цветом область холста или рисунка. Инструмент «Текст» используется, если нужно сделать надпись на изображении. Инструмент «Ластик» используется для удаления области изображения. Его настройки – это толщина. «Ластик» работает в двух режимах, как обычный и как цветной. Отличие обычного «Ластика» от цветного – обычный «Ластик» стирает за собой всё. Цветной – только активный цвет кисти. Инструмент «Пипетка» предназначен для определения цвета. Достаточно щелкнуть по нужному цвету, чтобы его скопировать. Инструмент «Масштаб» для более точной прорисовки деталей рисунка используется увеличенный масштаб, который можно выбрать либо в меню «Вид», либо с помощью соответствующего инструмента. Инструмент «Кисти» используется для рисования линий различного вида и текстуры, как при использовании профессиональных кистей. С помощью различных кистей можно рисовать произвольные и кривые линии с различными эффектами. Фигуры. Инструменты рисования геометрических фигур позволяют нарисовать замкнутые фигуры. При выборе инструмента геометрической фигуры в настройках появляется возможность выбрать тип фигуры. Контур фигуры. Окрашенная фигура с контуром. Окрашенная фигура без контура. Толщина границы фигуры совпадает с толщиной линии, выбранной для инструмента создания линий. Цвет 1. Основной цвет, которым можно рисовать. Цвет 2. Цвет фона. С помощью цветовой палитры мы выбираем цвет рисования и фона. На панели цвета помещается 30 красок. Цветом кисти рисуются линии, кривые, контуры фигур, а также в этом цвете работает заливка, распылитель, кисть, карандаш. Цветом фона окрашиваются полости фигур. Ластик, стирая рисунок, оставляет за собой цвет фона. При необходимости можно заменить цвет в палитре на другой. Двойной щелчок по заменяемому цвету или палитра изменить палитру. Затем в окне изменения палитры выбор нужного цвета. Помимо ручного выбора цвета, можно определить его по коду. Оттенок, контраст, яркость или красный, зеленый, синий. После установки цвета его можно добавить набор дополнительных цветов. Давайте выполним компьютерный практикум. Чтобы создать рисунок на бумаге, мы используем кисть или карандаш, эластик. Эти же инструменты используются для создания рисунков в графическом редакторе. Ребята, сейчас мы с вами нарисуем новогоднюю открытку. Наша новогодняя открытка будет содержать следующие объекты. Это новогодняя елочка, снеговик и текст сообщения «С Новым годом». Для вас я приготовила образец елочки. Попробуем нарисовать нашу елочку по данному образцу. Обратите внимание, из каких геометрических фигур состоит наша елочка. Начнем рисовать ее снизу вверх. Выбираем геометрическую фигуру прямоугольник. Цвет первый – это цвет контура, цвет второй – это цвет заливки. Нарисуем ствол нашей елочки. Теперь нарисуем нижний ярус нашей елочки. Выбираем фигуру «Треугольник». Цвет первый – цвет контура, цвет второй – цвет заливки. Рисуем наш треугольник. После того, как я нарисовала треугольник, наводя на него мышь, мы видим четырехнаправленную стрелочку. Я нажимаю левую кнопку мышки и могу перемещать данный объект по рабочему полю. Используя границы данного изображения, я навожу, появляется двунаправленная стрелка, я могу менять размеры нашего треугольника. Нарисуем второй треугольник. Также его размещаем по месту. И рисуем третий треугольник. Тоже располагаем его по месту. Все, елочка у нас нарисована. Теперь нам нужно ее украсить. Давайте посмотрим, какие фигуры есть в нашем наборе. Обратите внимание, есть пятиконечная звезда. Мы сейчас нарисуем звездочку. Выбираем цвет контура и цвет заливки. Цвет, толщину линию самую тоненькую. Рисуем звездочку. Теперь поместим ее на верхушку нашей елочки. Теперь нужно украсить нашу елочку. Давайте нарисуем гирлянду. Для этого я буду использовать инструмент кривая. Выбираю контур второй и выбираю цвет. Нарисуем нашу гирлянду. Я выбираю первую точку. Рисую линию. Беру первую точку, оттягиваю вторую. Рисую еще одну линию. Из нее формирую кривую. Оттягиваю за две точки. Сверху яруса. Сверху яруса. Также оттягиваю первую точку, вторую. Формирую кривую. И сверху яруса. Если вдруг у вас не получилась какая-то часть изображения, мы можем удалить последнее действие. Для этого у нас есть кнопка «Отмена последнего действия». Или нажать комбинацию клавиш Ctrl-Z. Повторим рисование нашей гирлянды. Оттягиваем первую точку, вторую и формируем кривую. Оттягиваем первую и вторую точку. И последняя. Оттягиваем первую точку и вторую. Все. Гирлянду мы нарисовали. Теперь украсим нашу елочку игрушками. Выбираем овал. Толщину самую тоненькую. Цвет контура синий. И цвет заливки. Нарисуем игрушку. И попробуем ее с помощью клавиш управления курсора переместить в любое место нашей елочки. Нарисуем еще один шар. Можем поменять его заливочку. Так, наша елочка украшена игрушками. Мы можем еще добавить, допустим, четырехконечную звездочку. Так, давайте попробуем ее нарисовать. Также с помощью клавиш управления курсора я ее могу перемещать. Давайте вот сюда ее разместим и поменяем цвет. Давайте еще нарисуем. С помощью клавиш управления курсора я перемещаю наши звездочки. Все, наша елочка готова. Ребята, теперь мы можем удалить елочку-образец. Я выбираю инструмент «Выделить прямоугольную область». Выделяю объект и выбираю команду «Удалить» или нажать клавишу «Делит». Теперь мы нарисуем в этой области снеговика. Снеговик будет состоять из двух шаров. Выбираем геометрическую фигуру «Овал», цвет контура, цвет заливки, толщина линии первая. Нарисуем первый овал. Так, это будет тело нашего снеговичка. Нарисуем вторую окружность. Это будет голова нашего снеговика. Теперь нарисуем ноги. Это овалы одинаковой величины. Так. Теперь выбираем инструмент «Карандаш». Толщина линии вторая остается. Цвет контура коричневый. Нарисуем веточки. Это будут руки у нашего снеговика. Первая веточка. Вторая веточка. Теперь нужно оформить голову нашего снеговика. Нарисуем ведерко, глаза, нос морковка и ротик. Для этого я выбираю масштаб и увеличим эту область, чтобы нам было удобнее рисовать. Выбираем геометрическую фигуру «Многоугольник». Выбираем контур и заливку. Выбираем толщину вторую. Начинаем рисовать ведерко. Все, ведерко нарисовано. Теперь нам необходимо... Так, подберем, наверное, первую толщину линии. Так. Теперь нарисуем глаза. Выбираем геометрическую фигуру «Овал». Цвет черный, заливка черный. Рисуем первый глаз. И рисуем второй глаз. Теперь нарисуем морковку. Выбираем геометрическую фигуру «Треугольник». Цвет заливки и контур оранжевый. Рисуем треугольник. Выбираем инструмент «Поворот влево». И перемещаем по месту наш треугольничек. Мы можем взять карандаш и карандашом дорисовать нашу морковку. Теперь нарисуем рот. Выбираем цвет контура красный, заливки тоже красный. Выбираем инструмент «Дуга». Толщина вторая. Нарисуем линию. Выбираем первую точку, оттягиваем. И вторую. Все. Наш снеговичок готов. Теперь нам нужно написать поздравительную надпись. Для этого я выбираю цвет фона «Белый». Выбираю «Выделить прямоугольную область». Выделяю елочку. И перетаскиваю ее в левую часть экрана. Выделяю снеговика и перемещаю его в правую часть экрана. Теперь в этой части я могу написать надпись поздравительную. Я выбираю текст. Устанавливаю рамочку, в которой будет у меня напечатан текст. Размер шрифта вы выбираете вот в этой области. Я выбираю 48. Так, цвет синий. И напишем надпись «С Новым годом». Так, синий цвет выбираем. Нажимаю «Энтер». И у нас надпись будет вот таким образом выглядеть. Перемещаем по центру. Все, наша поздравительная открытка готова. Сегодня на уроке мы познакомились с графическим редактором Paint и его возможностями. Рассмотрели интерфейс графического редактора. Изучили основные приемы работы. Наш урок подошел к концу. Я желаю вам успехов и хорошего настроения. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok